На сегодняшний день исторически сложилась застройка за, скажем так, даже 30 лет, наверное, побережья. Есть база отдыха, есть и вновь построенные, есть по судам узаконенные, то есть это безумное количество объектов. Естественно, нужно на сегодняшний день определиться с их статусом, с вопросом развития побережья, границ его побережья. Это важно, так как Одесса, вы видите, развивается с точки зрения туристического комплекса и понимание возможности развития пляжной инфраструктуры для города важно. Это один из пунктов. Дальше без этой прибережной полосы мы не можем закончить, естественно, без ее границ установления, детальный план территории парка Юбилейный. Ну, мне кажется, это тоже очень важный вопрос, и тоже определиться с его развитием и с теми пятнами застройки, которые там есть. Безусловно, важный вопрос, но мы всегда готовы выслушивать любые, понятно, критические заявления и все. Но, тем не менее, с точки зрения процедуры, о чем сейчас говорится, все заключения необходимые были получены. Почему Министерство экологии отозвал? Ну, я еще раз говорю, это отдельный предмет пояснения, разбирать. Сегодня официально никаких документов в городсовет не поступало. Я тоже видел в публикации это письмо, к нам оно еще не поступало, поэтому пока комментировать сложно, что они имели в виду. Пока просто написано, мы считаем их преждевременными, поэтому повторно будем обращаться и понимать, что преждевременно и что они согласовали. Поэтому пока вызывает удивление это письмо, не более того. Сохранение исторического центра очень простая достаточно программа, ничего несложного нет. У нас есть, вы уже слышали с выступления Стася, чуть меньше полутора тысяч памятников культурного наследия, из которых, наверное, процентов 70 требует реставрации. Естественно, мы определились с направлениями основных, это туристических маршрутов, с направлениями приезда наших гостей города. То есть вокзал, аэропорт, естественно, это улица Пушкинская, Решильевская. И маршруты туристические, это Лонжероновская, Гоголя. То есть это не просто с потолка взятые здания, сооружения. Это четко в понимании того, что видят, в первую очередь, гости нашего города и то, что находится. Есть сложности с тем, что многие здания являются сугубо ведомственными. Мы к ним, к сожалению, притронуться не можем. Это бюджетные деньги. Здания, которые находятся в коммунальной собственности города, в ведении ЖКСов и СМД, мы с удовольствием включили их в эту программу. По дорогам это Воронцовский переулок, который требует, понятно, реставрации дорожного покрытия. Плюс Приморский бульвар, то же самое. Вы видите, в каком состоянии плитка около дюка потресканная, и около Воронцовской колоннады, да и здесь, около мэри, надо ее тоже менять. Воронцовский переулок тоже будет... Нет, это не будет лавовый камень, к сожалению, нас его недостаточно. Скорее всего, в 90% это будет плитка, не плитка, а гранитный камень, как на Тираспольской площади, 120 на 120. И вот ЖКХ, которым необходимо выполнять работы по реставрации тех же кровель, там, сетей. И плюс еще вопрос, касающийся непосредственно управления, который... Есть там интересные вопросы, это антивандальные покрытия, которые легко смываются после покраски по немецким технологиям. Вот, собственно говоря, и все. Просто работать надо, и больше ничего. Ну, я думаю, что уже вот сегодня был данный программ. Мы завтра уже соберем совещание, будут определены и подписаны контракты на проектные реставрационные работы. И надеемся где-то в марте-апреле отыграть тендер и с апреля начать непосредственно выполнение этих работ. Частичный ремонт. Мы всю, естественно, перекладывать не будем, таких денег нет. Но там, где вы знаете, где стоит сцена постоянно, если мы смотрим лицом на вокзал, с левой стороны подойдите, там плитка, вот просто танковые учения там проходили, такое ощущение. Естественно, надо менять, потому что, ну, стыдно.